И почему ты еще не на стримах Хел Е Плей? Так, ну да, это пофигу. Не, знаешь, в чем смысл? С того, что ты сейчас заказал, это 800 крыльев. 800. 200 картошек. О, хаппи-милый, мать. Это беда. Ебать, зря вам не это показали. Это чтобы на работе не спали, блядь. Ну, понятно. Ой, вкуснота. Он... Что? Обосрался? Да нормально все, Сергей Смирнов, никто не видел. Правда. Вот, выглядит тот торт сочно, не выглядит сухим. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, прикольно. Вау, красиво стало. Прикольно, прикольно. Дэйгэ осталось 7 недель. Дэйгэ осталось 6 с чем-то недель. Дэйгэ 6 недель. Дэйгэ 3 недели. Я завидую людям, у которых есть выходные. Дэйгэ 9 дней, мне кажется, что я потеряла всякий смысл своего существования. Дэйгэ 6 дней. Дэйгэ 5 дней, я ничего не... А я Дэйгэ не сдавал, слишком старый для этого дерьма. Ставаю. Дэйгэ 2 дня, в день у меня где-то 8 часов занятия с репетитором и еще дополнительные задания. Дэйгэ 1 день. Мне кажется, я вообще не готова, я все забыла. Завтра Дэйгэ. Дэйгэ ровно час. Прошло 2 года с момента съемки того видео, прошло 2 года с момента моего поступления в МГУ. Дэйгэ, Дэйгэ я написала отлично, хорошо. Жестко. И самые главные советы, которые... Интересно, она бесплатная или платная поступила? Я себе дала вон той девочке. Первое. Дэйгэ не решает твою судьбу никак. А я считала иначе. Второе. Ты могла бы написать ЕГЭ и хуже, и поступить все равно в этот же вуз. Дэйгэ осталось 7 недель. Ну, кстати, вот насчет этого ХЗ, там же как-то баллы выстраиваются на бесплатную... Я просто не шарю, как сейчас устроено. Типа ты сдаешь ЕГЭ, получаешь какое-то количество баллов, и вроде бы на бюджет можешь поступить. Тебе нужно меньше баллов набрать или что-то такое. А если ты платно поступаешь, ну тогда, наверное, посрать. Да, все так же, платишь и поступаешь, понятно. Дэйгэ осталось 6 недель. О, ништяки из 90-х, так. Посмотрите, накиньте флешку на лонг. Бля, хорошее время было. Вот это вот, ой. И трек офигенный. Юпи, просто разбавь водой! Со сгущенкой эти, да? Варенье с водой, да! Слышу, заходи, чужой слов. Никто не помню, чем ухо нет. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооой! Сгущеночка вообще хорошо заходила! это правда вареная тем временем пока рабочие азиатских шершней заняты разделкой мяса человек набрасывает на них флажок из белого полиэтилена а я знаю зачем знаете зачем это делается чат как только они вернутся домой случится ужасное по белому флажку охотники на шершни выслеживают местонахождение скрытого улья слежка ведется либо визуально либо с применением дрона после уточнения районов который приземлился шершень в этот квадрат выдвигаются люди в спецодежде без нее они бы протянули недолго обнаружив гнездо охотники выкапывают его собирая всех жителей в контейнеры тщетных попытках отбиться шершни поднимают угрожающую гул следующий шаг уничтожить будущее колонии их яйца и личинки но то что навсегда похоронит этот улей это смерть королевы азиатский шершень агрессивный вредитель и разоряет пчелиные хозяйства поэтому таков исход тех кто снова идти у самого опасного и продвинутого вида на этой планете они жесткие эти шершни да не прям вообще забей нормально ты раскачался серьезный ты раскачался а чё я просто сказал что раскачался ничего я так сказал а чё чё только на слабых думаешь ты раскачался я чуть оскорбил унизил или чё я тебя чем задел ты такой качок так круто раскачался хотя погодите я же и правда круто раскачался у тебя такие белые кроссовки но у меня правда белые кроссовки но пизды тебе все равно да скалами своими задел мне шел мимо я тебе чё сказал здорово я сказал здорово скала джонсон я сказал я тебя не трогал ты хочешь уйти да хочу уйти сколько ты весишь много вешу я мало вешу большая разница ввести был бы как-то я бы вышел с тобой нормально ты раскачал есть не по столу уже собрать свой кораблик забирала скорее наконец-то у меня появился друг у меня никогда не было друзей они все надо мной смеются я вечно здесь одна в темноте и сырости и со мной никто не хочет играть ты ведь теперь будешь моим другом верно мы будем с тобой играть а ты знаешь столица португалия столица португалия не помню а я знаю столица португалия если ты будешь дружить со мной ты тоже будешь знать столица португалия я уже просто реально себя срусь я просим привет запомни если ты хочешь или пытаешься быть актером актрис никогда не выходи из роли хочет рового момент собрать свой кораблик я покажу вам как вы можете выбраться из них живым это довольно мерзкая субстанция чем сильнее вы боретесь тем больше вас засасывает причина гибели не в том что пески поглощают а в том что люди не могут выбраться и их убивает солнце теперь я попытаюсь вылезти отсюда теоретически нельзя утонуть но если вы будете паниковать то вы опуститесь глубже и надежды выбраться не будет выбираться отсюда это настоящий бой прошлом году два подростка в поисках или вышли на дно грязевого озера и оба погибли в зыбучих песках нужно попытаться подтянуть ноги к поверхности сохранять спокойствие и не нервничать вытаскиваю ногу жестяк она и затем тисманки к вы ползаю как обезьяна такое ощущение что на мне свинцовые ботинки ну все чат теперь мы там точно не погибнем да целевой контент ё-моё ты посмотри как круто выглядит задняя крышка оба отдельно фонарик включается юсб си на секундочку три с половиной миллиметра чтобы ты кайфовал подобие значит внешнего экранчика который вообще не экранчик фейковый индикатор заряда батареи обратите внимание у нас есть доводчик что это алла типа фейковый айфон сейчас говорить по складному айфону да да я просто занят айфон так умеет вот это фейковая камера это фейковые все три фейковые настоящая камера находится вот здесь внизу маленькая такая пусечка я во twitter google facebook yahoo игры есть просто шашки и радио есть ё-моё нарвали одушнило поехали почему боксерские перчатки называют перчатками если это варишь потому что с английского аксин глава дословно переводится боксерские перчатки почему есть божья коровка но нет дьявольского . во первых коровка из-за белых выделений против хищников а божия потому что они ели 3 и спасали так урожай во вторых дьявольский бычок вообще-то существует почему мы грызем сосательные конфеты потому что они не видели цены у стоматолога кто хочет тот сосет конфету почему есть братья но не давайте если мой сын станет священником он будет мне сыном или отцом сыном но у него родители может просить благословения почему мужики надевают на рыбалку камуфляжный костюм их же видно мужик я тебя не вижу почему фильме о да это же отсылка почему фильме иван васильевич меняет профессию никто не меняет профессию ты вообще смотрел фильм он вообще-то на один день меняет профессию правдома на царя давайте разбираться в комментариях до них разобрались рубрика душ вы чего чё через немецкий рэпер зашимплировал в своем 3 через пола но и а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А я делаю другую. Маленький ножик. Маленький ножик. Сквиджи. Сквиджи. Сквид WITHEL ДОК.. Сквиджи. И какой кричок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надписи на стенах заведения кричат «Бегите отсюда! Если у тебя слабый желудок, не ешь здесь!» К нам подошла официантка и начала отговаривать нас Но Стаса было не остановить Вот это блюдо Это самая перченая голова утки в мире Ее подают абсолютно бесплатно За такие мучения нельзя платить деньги Не понимаю такого ажиотажа И это только начало Оно волнами! Сейчас! Жесть! Я думал Стас потеряет сознание Офигеть! Си сам просил! Да, пипец! И рис конечно иногда бывает очень жесткий Корейские жесты, которые ты не поймешь И Чунгук видишь там В конце улицы какой-то странный парень стоит Да, Серега, я его тоже вижу Эй, посмотри Что это у нас зовет Чунгук? Он что хочет драться? Да не боись, Серега У меня плохих намерений Он тебя подозвал вот так В Корее это дружественный знак Если бы он тебя подозвал вот так Типа, давай! Ну да По-дружески Это было бы грубо Потому что вот так подзывают только животных А смотри, кстати, опять что-то показывает И теперь это он точно Нарывается, смотри Да не, это скорее всего вот этот знак Он хочет Эй, вот это точно грубо? Вот что, вот это Корея без обидный жест? Забили забавно У нас просто просто так не делают И давай спросим Эй, кореец! Эй, я русский вообще-то Эти нахуй, штука Корейский Валя, демьем в тему Привет, ну в общем Мой слегка тупой друг Купил себе пуршка Не, не такой, а вот такой Да, это тот самый Из которого фары можно шампуром снять за минуту Ну и месяц назад у него что? А реально скам они издели фары А они между прочим по 40 тысяч стоят Ну а я, как друг, еще более тупой Решил над ним приколоться Сфоткал его вин номера И префотошипил на такую же фару из интернета Выставил на авито И целый месяц ждал, пока он на него наткнется Их и вот Здрасьте, фары новые? И почему дешевле рынка? Да мне не особо ни к чему А вот мне вот опять, опять пиздоболи Нужны А блок розжика в комплекте? Для мангала что ли? Ну должен быть, да? Да, в Москве Вообще бомба, я тоже Давайте тогда я подскочу сейчас Так, не-не-не, могу отправить только доставкой Лично не встречаюсь Фотки вот Даже царапина такая же, как у меня И дата производства, сбутывал он Попал ты Я сейчас приеду и переломаю тебе кости Шестью разными способами И засуну туда, где не светит солнце Форсажа насмотрелся? Слушайте, а может я лучше вам с деком отправлю? По предоплате Какое предоплате? Это мои фары Моего года с моей царапиной Я ничего не понял Вы покупать-то будете? Ты доплышь что ли? Ты сядешь? Все, я уехал заявление писать Да куда ты поедешь без фары, дундук? Говно Слышите вы, ученые Если нет ничего быстрее Съешьте говна печеного Курости света Тогда как вы мне объясните это? Ох, ну наконец-то наступило лето Так, надо выспаться и заняться Слышите вы, ученые Если нет Во время Второй мировой войны Так якобы пытали пленных Быстро прораставшими сквозь их тела Бамбуковыми ростками Достаточно ли острые, тверды И быстрорастущие ростки бамбука Чтобы пронзить человеческое тело Чучело человека из баллистического геля Установлено над проклевывающимися ростками Этот баллистический гель не гниет И он самый близкий аналог человеческого тела С точки зрения упругости Так что если росток прорастет через этот торс Можно будет сказать Он может прорасти и сквозь человека Отсчет времени начался Думаю, этот опыт будет довольно успешным И главные два фактора этого успеха таковы Во-первых, достаточно ли острые ростки Чтобы проткнуть чучело А во-вторых, достаточно ли быстро это произойдет Предсказание Джейми начинает осуществляться Всего через три дня Наше чучело, кажется, готово заговорить Блэк Фокс Пробившиеся из земли острые бамбуковые ростки Господи Без труда начинают врастать в плоть манекена Во время Второй мировой войны Жесть! Факты о ножах Качество стали можно определить на зубок Так Хрупковато Нож — это рабочий инструмент Так что открываем банки только им Кстати, зачем тут эта штука? Как не стыдно! Розовый — это для девочек! Метать ножи легко Нержавеющая сталь Нержавеет Фиксированный нож всегда надежнее складного Реально? А че так дорого? Любой нож дороже пяти тысяч — это переплата за бренд и понты Секрет дамасской стали безнадежно утрачен Это для тебя какая-то шутка? Это же просто краска Все ножи с гардой — это холодное оружие Их нельзя носить Все китайские ножи — это полный отстой Без исключений Шучу Это все мифы А не ПА Понятно Рубрика Бля, я думал, что-то новенькую вызвал Кадушнила Поехали Зубная щетка, которая семь тысяч лет Сам придумал цифры Такие щетки появились гораздо раньше Это индикатор зубного налета Это капромин, и он останавливает кровь А вот это уже индикаторы для зубного налета А вот так делать в брекетах не рекомендую И полоскать рот капромином тоже не рекомендую Иначе можно отравиться Делан из ветвей и корней дерева арак Арак в переводе с тюркского — водка А щетка сделана из сальвадоры персидской В сламе использование сивака является сунной Во-первых, не сивака, а мисвака Во-вторых, не сунной, а фардой Обе щетки справились на отлично Да, вот только последующее использование мисвака будет менее эффективной А современная еще долго прослужит Рубрика Душнила Все, больше знаем Минхона фото со своей любимой группой С какой-то рыбой Ну, рыбак, я знаю, как они развлекаются Эти рыбаки Ну, вот вы слышали истории, да Я понимаю, почему он такой довольный Еще бы Такая рыбка с такой полостью для проникновения Как звучит русская речь в английской озвучке Ни для кого не секрет, что американцам лень нанять русских актеров для озвучивания русских персонажей Проще заставить англоговорящих говорить на ломаном русском Привет, Ордеон Что для нас звучит очень смешно А я воспользуюсь возможностью Послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся Паспорт давай, ебарь, мам Бывает и... Ну, бля, это еще более-менее, кстати И альтернативный случай Ебарь, мам Когда американец по сюжету маскируется под русского Делая вид, что знает наш язык В итоге, он с невозмутимым лицом говорит вот это Товарищ, можешь опустишь нас? Ладно Досмотр обязателен Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра Поэтому я нам коби носить Дайте нам пройти А больше всего мне нравится ситуация в БФ-4 В которой даже в русском дубляже все звучит странно Вот как вам озвучка американских бойцов в нашем дубляже? Ну получи, тварь, получи А это озвучка русских бойцов В райский БМП идет Ну и молодец, слушай Попись у дал Здорово, блять Как звучит? Типа сейчас надует и лопнет? Бедные соседи Подумают, что там бомба взорвалась резинка чтобы не разлетелась или чё ну блин жестко на самом деле трэш какие надо легкие иметь сериал в котором мужчина помог качкам решить проблему какие вы большие когда с ты взял крипа у керри керри герои и вещи которые их контрят все в доту когда стрим по доте блин никогда звук что-то так и без волос то остаться можно да наверное уже побрился конце концов люблю дышать свежий воздух так дети я купила вам вкусняшки кто что будет так но тут нужно думать логически мелкий по-любому захочет то что выберу я мама тут же скажет уступить ему ведь он младше а значит мне нужно выбрать то чего я не хочу решено я выберу печеньки ну так кто что будет я буду печеньки ты проиграл но я тоже хочу печеньки мам никита уступи младшему это удар прям самое сердце держи победа за мной круто лузер идеально мультики которые мы заслужили но которые мы не просили здравствуйте это школа диджеев кручу верчу проходи я диджей мед я тебя научу диджей мед а тот самый легендарный не слышал да слышал просто не знал что это я был я же это как его играл на казантипе летом так его же закрыли а я думал чё никого нету приступим покажи сначала деньги вот фух а то тут пять минут осталось до конца аренды давайте начнем вот невидимая груша бей зачем ну чтоб ты смог прокачать у пана и все я уже качок музыку будем включать ты чё тут соседи по батареям будут стучать ну давайте в наушниках делать ремикс обязательно но пока лучше на тренажере учись по моему вы не диджей так а ну заткнись видишь медаль это за диджеинг нет за всю жизнь до свидания мы с диджеем грувом были на гастролях не верим у мы с ним даже не знакомы стоп подожди диджей грува у тебя нет школы есть приходите учитесь и взрывайте танцполы но прикольная реклама кстати прикольно сделано для того чтобы достать шанс нужно либо вылить либо выпить я буду выпивать кто-то в комментариях спрашивал а как ее потом закрывать но я думаю либо вот этим либо оно само потому что шарик сейчас перекрыл мне путь и я не могу попить надо уже все выпить чтобы попробовать побыстрее достать этот шарик а шарик он что какой-то прикольный или что в нем просто никто его не доставал я пробовал но не доставали мы все на стреме помпили да ты меня дрочишь братан за маркетинг этой газировки я ставлю явный жирнющий плюс но огромный минус за ее неудобное употребление мне сказали крутить в противоположную сторону чтобы она легко открылась все все и все бля так подавиться можно на самом деле зачем шарик не знаю и снова просто стеклянный шарик кринж коктейли от подписчиков подписчик прислал коктейли в жопу и 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 да на ролике 5 лайков но в этом прикол посмотреть такое что что засняли что кому что засняли что никому не нужны во первых слушайте всегда звуки былbrandus в четвером пятером шестером случайно если я вдумаю же втроем запивали виски коньяком на вашей вечеринке приезжала полиция матерились на армянском заказывали девчонок пили текилу из пупка держали в ладони грудь четвертого размера вливали икрой я кабачковый считается до разбивали спорткар свой в меня врезался а он на чем был мазерателем сегодня меня ждут нечеловеческие муки моя зачем-то потащила меня в гости к подруге какие люди без подарков привет привет карман не намажешь вот кофеварка какова красота у меня такая есть давайте куртки на вам спальню на диван повесь понятно как вы любите чё будем есть на есть только пицца блин всего лишь 6 за нас красивых и чё б за это ничего не было ой ну ты в своем стиле как же время идет медленно а давайте поиграем в угадай кто я я животное галимы блин сломались что ли вина заканчилась что может тогда пойдем дом от них один в ножа оно легкое на подъем подольше похожу скажу что не знаю район все касаемо магазина он прямо за углом блин какой же вечер длинный может чтобы забрала полиция разбить витрину и где тебя носила да мы с мариной все оргии обзвонили о все второе приговорили точно часы сломались мы просто быстро пили все милы мы готовы вывезли нас караоке о слава богу включу печку уснут по дороге мне он не отдела больше всего скатывают видосы где он с дочкой зачитывать или показывает как легко сделать попсовый трек усмеивая тренды а это это чел на я наделом приоебать шорты с моей челова даже не заметит как три часа прошло да кстати говоря шорты вообще отлично заходят на удивление потому что постоянно что-то разное что-то интересное появляется мы обсуждаем и так далее ну прикольно самая быстрая смерть 2 секунды 91 сотая окей создаем новый мир и называем его новый мир окей поехали один хп вы издеваетесь так и ну где же можно спрыгнуть алфа 15 секунд господи ну почему нет какой-то рандом чистый ну нормально повезло спавном пол хп да ты угораешь какой пол хп вы гоните спасибо 18 секунд хотя бы с прыжком должно восемьсот шестьдесят четыре тысячи лайков ребят чего новый год будет дед мороз принял христианство вновь отче наши и жизнь на небесе досветится имя и ну пожалуйста пожалуйста я просто не успел нажать на таймер окей остальные избиения рекордов понятно говно деньги лучше тратить на донат или мемалерт да все равно как хочешь видел сайт войс а и где онлайн твой голос я знаю долго да я вызвал себе такси в приложении пять русских имен над которыми смеются американцы так сергей на пятом месте имя настя который очень похоже на слово насти то есть противник знал я одну наста не удивлен на четвертом василий который очень похоже на силы то есть глупый то есть сергей не самый плохой ну так можно говорить вася какие проблемы дальше еще интересней сергей очень похоже на сэр нетрадиционной ориентации сергей у меня батя сергей ты чё горишь во втором месте семён очень похоже на слово семен чё это посолнуха мужчины ну и первое место георгий а что здесь такого его можно прочитать как георджи и георджи а георджи не завидую георгием не на самом деле сергей самая лайтовая тупой семя георгием правда ли что две книги вложенные друг в друга постранично нельзя разъединить они словно склеены но клей это не было готовы разбить спартанцев тянем тянем мы дошли до одной тонны 800 килограммов внедряем тяжелое сила людей незначительно поэтому привлекаем лошадиную силу причем силу целого табуна лошадей как я георгий сергей сергей георгия вот это неплохо мой прогноз сразу видно звание не просто техник издаст прежде чем книги начали я буксую я тоже невероятно динамометр зашкаливает на двух тоннах 200 килограммах но связка книг в отличие от шин нерушима шанс разделить эти штуки есть лишь у на жизнь тяжелой техники натягиваем цепи 30 тонн могучих военных машин начинают медленно разъезжаться показания быстро растут но стойкие телефонные книги продолжают держаться трэш разделились правда ли что 2 офигеть деньги лучше тратить на сапку на твиче ведь так деньги не достанутся стримеру в ближайшее время йоккерге ну ты мудак модера мы это давно знали книги вложенный друг а тут написано если съесть биг лапшу то можно получить тридцать тысяч деньги да абсолютно верно ничего себе чуть злоте попробуем мы уверен что вы сможете сесть за 30 минут 8 порции лапши вы точно сможете съесть 4 литра бульона а также 2 килограмма лапши а за сколько вы что-нибудь да я выбрал можно мне салатики и стакан воды а что-нибудь из горячего нет спасибо я на пп хорошо ваш заказ будет готов через 15 минут а я просрал 30 минут но это фипец нет это нереально она еще раз мякла это в желудке раз мякнет лапша поздравляю вы выиграли 30 сеньги спасибо вы чему все пополам а тут на пипец ну естественно это фейк но это вообще жесть жесть сожрать надо быть гиганты из майнкрафта в реальной жизни первое это в жопу у меня в руках находится головоломка под названием cast play задача данной головоломки заключается в том чтобы освободить кольцо кольцо может перемещаться по отверстиям диски поворачиваем кольцо и переходим в первое отверстие далее у нас уже есть выбор можем перейти в данное отверстие либо в данное отверстие выход находится вот в этом месте соответственно необходимо подогнать кольцо к точке который находится на расстоянии равном диаметру кольца вот эта точка давайте промо подогнать прикольно и вот мы пришли в эту точку но так просто выйти не получится потому что есть ограничитель который не дает кольцу пройти нам необходимо преодолеть жесть готовы ли мы решили головоломку подписывайтесь на мой канал чтобы еще больше интересно 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 у меня интересно слышите вы ученые есть так все уже ловите топ-5 сломанных предметов на тренировке пятое место я выставил на авито свой кошелек набитый деньгами и написал понятно мне пакет не нужен я так донесу дайте мне все-таки пакет не донесу подождите сейчас следующему покупателю чек закрою не так не чек не надо вы мне пакет продайте потом пробьете а у меня сотня меньше нет 2 гляди внучек не будешь учиться будешь точно как это дядя сидеть за кассы во как он будешь вот как он во 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 как он с вас 25 70 25 70 ну давайте деньги где на экране сумма куда прикладывать у вас оплата телефоном вы же видите что я с телефоном стою вы бы сказали что у вас оплата телефоном это не видно что у меня в кассиры это жизнь или нет рублей 10 копеек хорошо хорошо вот у меня сотни будет сотня сотня у меня будет а там еще 10 копеек и тогда 10 копеек я вам найду я я сейчас вам найду сейчас я вам найду такая хорошая погода не правда ли да неплохая ой где жили за свой магазин у вас такой хороший классно спасибо сейчас дам сейчас дам а вот 10 копеечек пожалуйста ой а сотню вы мне давали конечно давала вы забрали а давай вот ваша задача хорошего дня пакет мне пакет не нужен я так донесу запишите мне форму на доске пишите энергия равно энергия это буква е большая буква е как обозначается работа как как у нас обозначается параллельными прямыми обозначается равно да не вертикальными кори за нами энергия равно масса буквы я масса буквы я вымножить на ци буквы буквы ци молодые вы не знаете букву ц буква ц да не русская английская буква ц русская с с русской с русской без просто с и пишите просто с хрен с ней пускай так квадрате на чтобы в квадрате да не в таком квадрате не в таком все это в квадрате должна быть господи это создано для того чтобы манипулировать это американец это француз это англичане это знать надо я всю жизнь живу в россии говорят о расизме я не знаю что подразумевается под расизмом для меня расизм этого то что вот было в америке там там за людей не считают или они вот не такие а могут вот такие вот и можно нам нельзя это пожалуй расчет на просто притеснение никогда я не чувствовал предвзятого отношения к себе из-за цвета кожи наверное я не чувствую но что я чувствую это то что да действительно я не такой как остальные большинство людей на меня чаще обращают внимание кстати говоря кличек у меня никогда не было у меня была кличка чернобровый и она мне кстати говоря нравилось потому что я действительно набрал и черно-ок я не думаю что в россии проблема есть здесь проблема другая в кино я не могу играть грубо говоря обычного героя помешали чего из-за чего это говорит о том что в мозгу людей я не могу быть просто русский очень глубокая тема можно об этом youtube канал снять япон плюс полторы тысячи рублей никогда разбана не будет что ты делаешь читаем целый день задачи ну кто звонит ой в пизду вас заебали уже меня нет доба это не так нет я думаю что он должен был на крышку поместить нет Ну, придерживал еще, правда, ну, не знаю, на сколько это сложно Marvel представляет Славянский сажим яйцами Яйцо славянское Испандер говно китайский Бублик 25 килограмм Жесткий, сука, бублик 50 килограмм Выбил воды Байкальской и погнал Испандер торсионный 100 Хороший Испандер 200 от братьев китайцев Испандер Алеша Побовича 250 Спустил давление и погнал Жесткий Испандер 300 против ящера Испандер богатыря славянского 350 Славянский шим Испандера Ну, вообще, 350 Жестяк, да? Да и другие тоже жестяк А если воду упасть, что делать? Воду упасть, каску нашу сторону надо кинуть, чтобы я подобрал потом Нет, да подождите, я боюсь Я тоже за вас боюсь, ну что делать? Встали 250 уже пиздец? Ну, кстати, я вот испандеры не жал, вот, да, даже интересно Серьезно? Ну, типа, обычные жал там, в которых не много, а какие-то крутые нет Я боюсь Что-нибудь скажешь? На последок Что-нибудь скажи? Попрощайтесь там на видео Пожалуйста, я боюсь А глаза можно закрыть? Да, пускай Все, разбегите Блин, я боюсь Ну, пожалуйста А мне не хочется Ноги подними Я боюсь Пожалуйста, я боюсь Нет, я боюсь, ну правда Давай Блин, сейчас схватит его, он тоже упадет Насчет 3 Насчет 3 Раз Раз Эй Смотри Блин, так это ж ничего страшного Просто на этой пролететь Здравствуйте, а не хотите машиной поменяться? Девушка, да откройте окно, я ж не знакомиться Боже Че, ты в мурте Старик, как настроение? Нет желания тачкой поменяться? Да Ну на твою А тачка какая? Ну вот, на которой мы едем Да, ну да Ну реально тебе Просто желание есть такое? Ну пойдем встанем, пообщаемся Еще раз тебя приветствую Привет А сколько тачка у тебя стоит? Ну 360 брал, сейчас мы подороже 420 может, да, стоит 450 Короче, я просто хочу с тобой реально тачками поменяться и все, что ты на этой сейчас уехал На полную черезе, говорит Ну такого не бывает Конечно Да нет, ну это блять Ну тоже пойдет Скорее всего ты ее продажешь Я нет, я ее не буду продавать скорее всего Я буду на ней ездить Я планирую там детей Она будет мне очень удобно До первого ДПС, блять Огрудиться Коляска Мы подписали документы только что и... Ну это пиздеж Прямо сейчас Тема стал владельцем этой новой машины Это что-то невероятное Полыночку такой дай немножко, человека только не сбей впереди Здравствуйте, а не хай... Да Да Ну это пиздеж Пиздеж Блин, я люблю такие виды Мне нравятся такие виды, кстати говоря Вайбовые Это типа режим где надо прятаться в вещах, да? Прикольно, кстати Прикольно, прикольно, кстати Пропхант, да, прикольно сделано На камеру телефона попал мужчина в ресторане французской кухни Ему дали ложку и вилку, а потом показали как правильно есть Но он не понимал как ими пользоваться Бедолага смекнул, что приборы можно перевернуть и есть по привычному Официант заметил мужчину И чтобы тот не мучился, принес ему палки На камеру телефона попал мужчина Да ладно прям, он прям не знает как это, что за бред Даже несмотря на то, что он с Азии Он же знает, что есть такие приборы столовые Блин, а когда выдержит, он же ударится сильно Официант Субтитры сделал Субтитры сделал Субтитры сделал Субтитры сделал Субтитры сделал Так Так Сексуально Субтитры сделал Так Ну это говно Это Данил Субтитры сделал Это Когда аниме день в субботу Прикольно Прикольно, кстати Интересно так вот посмотреть, как работают люди На таких профессиях Аниме Субтитры сделал Субтитры сделал Так, ну пока говно. Ну, кстати, прикольненько получилось. У меня в руках находится... Бесполезно, правда. Самый дорогой кубик Рубика из всех существующих на сегодняшний день. Это лимитированная версия кубика ГАН-12 МакЛев Саммер Эдишн. Сам кубик в пластиковом боксе. Также в наборе у нас идет карточка для регистрации на сайте, мешочек для кубика, инструкции, смены магниты, ключ для регулировки и два набора стикеров. Все дело в том, что кубик у нас идет изначально не обклеенный. Мы должны делать самостоятельно. Кубик внутри у нас зеленый. Также в нем присутствуют красные элементы. В этом кубике вместо пружинок используются магниты. Это технология МакЛев. Вот задроты покупал. Красный, сам кубик зеленый. Выглядит просто невероятно красиво. Регулируются магниты в углах. Всего есть три положения. Также магнит можно заменить. Вынимаем один и ставим магнит другой силы. Жесть! При помощи специального ключа регулируются силы центральных магнитов. А вот так выглядит нелимитированная версия этого же кубика. Стоимость данного кубика составляет почти 7500 рублей. Жесть! Дороговато! Но это прям для людей, у которых хобби. Головоломки такие решать, всякие штуки. Но мне, кстати, нравится так вот смотреть, какие есть нишевые крутые продукты. В очень таком непопулярном сегменте. Интересненько так. Сам я к этому никогда не прикоснусь, никогда не куплю. Но посмотреть прикольно. У меня в руках находится... Актеру нужно обязательно научиться быстро переключаться в возрасте сцены между комедией, триллером и мелодрамой. Ты уже вернулся? Так рано, у меня еще ужин не готов. Куда уходишь? От меня? Вот на переломный момент. Главное не переиграть и переход в триллер сделать мягким и естественным. От меня? Только через мой труп. Причем виноват в нем будешь ты. Он отрезал мне палец. Помогите! А ты думал, твоя жена безбольная, да? Кстати, она неплохо играет. Ну сядешь ты за это. Что ты сделал со мной? Посмотри. Как только зритель тебя на крючке, время удивлять комедии. Нихуя себе. Я хожу от тебя, дед, отыграй эмоции. Ааа, похуй, блядь! Не уходи от меня. Только тебе решать, это свидетели или соседи. Что надо? Шумно? Вообще, ху**, у нас приличная семья. Варенье у меня, блядь, сорвалось. Последняя банка. Ну она, кстати, да, она неплохо играет на самом деле. А, это анбоксинг какой-то. Ничего не выпало, я не пойму. Сколько мне надо денег, чтобы прожить в Польше? В Польше, блядь, 100 злотых, по-моему, надо, чтобы прожить один месяц. Здесь же... Ну вот, кстати, вопрос, сколько надо денег, чтобы прожить месяц. На самом деле, я уже это обсуждал, зависит от того, как широко вы живете. Но если прямо жестко говорить, прямо жестко пиздец, то можно прожить и на 10 тысяч. Ну серьезно. Будешь питаться полным дерьмом, жить как говно и так далее. К сожалению, у многих такие зарплаты. Ну вот, ну не такие, но может чуть-чуть побольше, но может такие. Вот. Тут, понимаете, от этого зависит. То есть, как жить прям вообще в утяжку жесткую, ты можешь прожить и это. Но это не считая жилья, да. Это с учетом того, что ты не платишь за жилье, конечно же. Вот. А с жильем-то будет гораздо дороже, где бы вы ни находились. Ну вот. Но тут, короче, зависит, да, от того, как широко живешь. Исключительно. Мы уже это обсуждали, когда кто-то узнает, типа, сколько там чел живет там на месте. Тут, говорит, 100 тысяч рублей трачу на хавку и так далее. И многие такие, ты че, долбоеб, можно же на 10 тысяч, блин, жить куда там, а 90 тысяч откладывать. Ну так он ест, как говорится, и другую еду, и другого качества. И позволяет себе совсем другие вкусняшки. То есть разница только в этом. А так-то жить можно и да. Ничего. У вас есть такое, что вы вызываете Uber и смотрите, сколько будет стоить поездка, и вы такие, а тебе это зачем? Ну, мне надо туда, а тебе... Поэтому, я не знаю, мне кажется, здесь вообще ты платишь за квартиру, и в целом тебе надо долларов 300, чтобы прожить. Ты просто заходишь в жабку и такой... А сколько тебе надо, чтобы прожить? Ну, я работаю в жабке. Самое веселое это будет тем, кто будет смотреть это в ютубе и вообще в душе не понимать, что такое жабка. И они просто такие в Польше, там уже люди... Ну, типа, жабка это такая сеть магазинов Польши, и чел у нее спрашивает, а сколько тебе надо прожить? Ну, типа, где дешевых магазинов. А он говорит, я работаю в жабке. И просто... Там просто какая-то жабка, просто звучит жабкой все. Получу 5 долларов, и сейчас я разобьешь ее. Какой хочешь? Красную или забираешь доллар? Красную, красную. Красную. Удар в один дюйм. Давай красную. За красную 5 долларов. Ну, нифига все, курс. Затем подошел вот этот парень. Поздравляю. Так он же просто ударил. Да, этого никто даже и не пытался попробовать черную доску. Еще 5... Подожди, так он же на расстоянии руки надо ударить? А он просто такой... Въебнул. 5 за черную. Черную никто не разбивал. Ну-ка. Ну, да, он не слишком сильно сделал. Что? Офигеть. Офигенно. Плачу 5 долларов, и сейчас я разобьешь ее. Вопрос на миллион. Как называется вот эта нижняя часть ног мини-фигурок? Это ботинок или ступня? Или они просто носят очень длинные штаны? Нет, серьезно, посмотрите сами. Предположим, одноцветные желтые ноги – это мини-фигурка без штанов. Меняем цвет на любой другой и... Так-так. Фигурка уже в обуви, типа как телепузики. Но разве не должна обувь изображаться хотя бы просто с помощью другого цвета? Потому что, похоже, имперские офицеры и генералы из «Звездных войн» носят не что иное, как сапоги. А как же тогда ноги с принтами? Например, банан совершенно точно обул пляжные шлепки. А ученая Маргарет Хэмильтон – в женских туфлях. Но только принты застежек почему-то расположены там, где должны быть пальцы ног. Кстати, о пальцах. Принц Джон из последней серии мини-фигурок Дисней – так вообще диковинное животное. Судя по ногам, он одновременно и в обуви, и с принтами пальцев. Но самая большая проблема – это мастер Ву и его чувство стиля. Он уже не раз натягивал свои японские сандали прямо на бежевые брюки. Все, теперь я знаю больше. Некорректно говорить «гомосексуалист». Я специально говорю «гомосексуалист», чтобы пошли они все нахренеть со своим требованием, как их называть. Потому что «гомосексуал» – давайте я сейчас буду говорить «коммунал», а не «коммунист». Потому что вам так показалось. Как только люди начинают контролировать язык, сразу слать нахрен. Вообще сразу не позволять никому подлезть ни на сантиметр к себе. Потому что с этого все начинается. Боже мой! От кальяна закашлялся. Почему бы не сказать, чтобы не обижать никого? Потому что подчинение начинается именно с этого. Это и есть самое настоящее домашнее насилие. Они сначала говорят, как надо правильно, чтобы их не обижало им сказать какие-то слова. Вот используй это слово вот так, а это слово так, а это не говори. А здесь другое окончание. А здесь, пожалуйста, там феминитивы начни использовать. А потом постепенно они будут просить все больше, больше, больше. Это птичий коготок увяз, все птички пропасть. Ну правильно, нет, серьезно. Это база. Особенно феминитивы, я с них угораю. Как незрячие люди готовят ужин за 15 минут. Включаем наш чайник. Ставлю телефон на штатив и надеюсь, вы что-то увидите. Готовим вермишель с котлетками. Не знаю, что за котлеты. Взял первые, которые попались на глаза. Блин, они вроде не очень вкусные. Сюда, чтобы не вылавливать. Ставим мультиварку. Ой. Заливаем кипятком. Так, вроде норм. И запускаем нашу мультиварку. Чип. И спросите, а как же котлеты? Вторую мультиварку. Льем масло на глаз. И закидываем нашу котлету. Закрываем. Кажется, она уже готова, вытаскиваем. Я забыл добавить соль. Впрочем, как всегда. Как же сексуально. Да ее потом можно добавить. Переворачиваем. Я сказал, переворачивайся. Вроде перевернулось, да, я чувствовал тут корочку. Немножко польем водичкой. Высыпал вермишель. Теперь надо достать котлету. Я куда-то положил лоп... Но, кстати, что-то невкусно. Папу не могу найти ее. Достану руками. Сверху всего этого насыпаем сыру. Так что вот такой... Я просто ел такие котлеты. У нас бабушка, они, кстати, недорогие. Ну, по крайней мере, раньше были недорогие. Сейчас я не знаю. У меня бабушка так готовила на сковородке. Правда, они в мультиварке. И часто у них тоже вот одна часть такая получалась достаточно полугорелая, назовем это так, такая прожаристая. И достаточно безвкусные вермишели и прочее. И хавали, че. Кетчуп добавляли, все это смешивали, чтобы было хоть как-то за бсм. Ужин у меня получился. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Не, ну вообще невкусно, на самом деле, визуально. Актерам нужно обязательно... Так, ладно, насмотрели. Давай дальше. Ну-ка. А в какой игре этот режим, вот именно конкретно, который играет этот парень? Call of Duty или где? Или что это? Да. На самом деле, в этом месте. Ну, я не знаю, что-то будет происходить, но... На самом деле, что-то будет происходить, но... Время, что-то будет происходить. Существует... О, нет. Это будет плохой. блин прикольно а какое там ограничение по моделям тебе модель выдается одна на весь уровень и ты должен как-то этой моделью грамотно распределиться или ты можешь модели менять вот в колде в процессе было бы прикольно если тебе давали одну модель а копируешь было бы прикольно если бы например у карты был пума да ну хотя есть тогда бы и люди заучили бы модели и начали по ним стрелять круто как незрячие исправляют ошибки если мы можем зачеркнуть любое слово и просто исправить его сверху а им нужно писать только строго в каждой клеточке прибора брайля приятно познакомиться я лера учусь на тифлопедагога и сейчас все расскажу и так при исправлении есть правило нельзя закалывать свою ошибку то есть они не могут зачеркнуть слово зато незрячие имеют возможность более беспалевно ее замазать даже без самой замазки делается это так берем гриф для письма просто его переворачиваем и затираем точки как бы вдавливаем их обратно и на этом же месте исправляем ошибку но тут все просто а вот если ты уже написал текст и потом заметил ошибку либо ее заметил преподаватель тебе нужно будет исправить ее вторым способом здесь нужно проколоть дырочку в начале строки на которой находится ошибка и это все исправить уже под текстом на самом деле в письме по брайлю есть даже очень много интересных преимуществ ну например слепой или слабовидящий ученик может сделать шпаргалку по брайлю и просто читать ее рукой под партой и это будет очень даже незаметно для учителя еще больше о своей студенческой жизни блин классно на самом деле как же тяжело людям которые не видят или как-то по-другому ограничены пипец но вообще классно что такое придумано для них чтобы прощать жизнь попробую покурить и втянул в легкие начал каши тегми так но это пофиг но кто-то у вас калаш назовите уровень сложности в игре между тяжело и легко людвиг вы нажали на кнопку первым ваш ответ медиум сложным и простым ты его слушал вообще его нет не простыки я спрашиваю повторить его тяжело козерог высоко уровень сложности в игре козерог какой козерог тяжело сложно не ложный сложный и легко а посередине какой средний душе уровень сложности в какой игре вас интересует в русскоязычный русскоязычная да скажешь средние теле сложный 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 слой легкий 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 и в лампе ты просто да и так и так можно можно ли есть мармеладки если ты мусульманин или вообще веган первое клубничная желешка как и весь мармелад в целом сделаны из желатина он же в свою очередь делается из кожи и костей да кажется об этом я уже рассказывал в исламе и иудаизме свинину и строго запрещено поэтому любой мусульманин и ливрей выберет вторую клубничку помеченную значком халяль обычно этот термин применяет к мясной продукции он означает что животное было забито по канонам ислама то есть с упоминанием аллаха не будет сложно шейных артерий но разумеется европейские фабрики не стали особо запариваться и просто сделали клубничку на говяжьем желатине чтобы угодить все мусульманам но из какого тогда животного сделано 3 клубник веганы можете выдыхать это клубничка сделано на агар-агаре этим порошочком заменяет кровожадный желатин и делают его из перемолотых красных водорослей ну а если захотели попробовать то скриньте артикулы в адрес это наш полностью халяльный бокс а это исключительно веган у меня из дагестана желатин лишь один килограмм описано халяль нифига не понимаю но вот тебе объяснили что это значит что свинья в этом в этот не пострадала короче ртуть это единственный металл жидкий при комнатной температуре боятся ртути из-за ее токсичности однако со мной ничего не будет если потрогаю ее голыми руками будем 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 опасно не жидкая ртуть а ее пары она постоянно испаряется хотя мы этого не видим обезопасить себя от паров ртути легко надо просто залить ртуть водой отобрать ртуть пипеткой очень сложно она постоянно выливается также ртуть очень плотная если бросить в нее железную гайку то она не утонет если бы где-то были ртутные моря то в них не утонул бы ни один корабль однако есть да просто бы сдох от паров металл который точно утонет в ртути чтобы узнать о нем да 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 переходи на мой телеграм и история какая я сделал золотой билет для шоколадной фабрики и на радость о себе новый мы недавно смотрел ехал домой по дороге зашел перекусить и тут раздается звонок мне говорят что по моему счету зафиксированная транзакция естественно которую я не совершал поначалу думаю ладно сыграю в эту игру никаких данных я не буду говорить просто буду вести диалог сотрудник утверждал что сейчас мои счета заморожены чтобы не допустить каражи средств и банк любезно предоставляет мне сумму которая у меня была и направляет меня банкомату их снять придя туда передо мной стоял человек и мучился с банкоматом карта не принималась он ушел и я упорно пытался ее вставить и у меня получилось снимаю 115 к еду на такси к другому банкомату чтобы внести эту сумму на страховой виртуальный счет который я привязал по указанию артема кстати артем на всем пути меня морально поддерживал приехав банкомату я внес стока одна купюра не хотела зачисляться ничего страшного сказал артем он сказал что завтра мне привезут карты с деньгами я со спокойной душой и сохраненными средствами наконец-то поехал домой посрать вообще смотрел как золотой билетик делается так но это мастер рассказал про свою новую девушку многим подписчикам она не понравилась и они начали писать что она с ним только ради денег я собрал 5 безумных интересно почему она не понравилась что сказала что ли ей не нравятся банальные свидания на первом свидании джимми они вместе читали книгу и проходили ой ой вот эти девушки которые мне нравятся банальные свидания вот эти вот невероятные требования что удиви придумай чтобы залезть мне в трусы и это ни о чем не говорит вообще свой научный youtube канал который называется more than human до встречи с мистером бистом она работала в сиди project red это компания которая создает видео игры такие как киберпанк и ведьма по ее словам там платили огромное количество денег самый безумный факт это то что когда мистер бис и теа начали встречаться видео где мистер бис подарил своей уже бывшей девушке 100000 роз на день святого валентина было удалено с ютуба как я думаю ты а попросила джимми удалить это видео видимо что-то как-то ваще девушка мистера писта что ты думаешь по этому поводу но слушай если верить тому что он сказал немножко конечно же ну такое некоторые моменты такое или а если он сам решил удалить может быть он решил удалить сам мы же не знаем игру если верить тому что говорят видео